Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! С вами Айка и Эмили, и мы с вами на очередном мукбанке, на очередной обжираловке. Итак, что у нас на сегодня? В последнее время роллов было очень много, поэтому переходим немножко на домашнюю еду. Во-первых, моя любимая доу-ха в сочетании с доу-мой. Это с листьями винограда, я ее просто обожаю. Заправляю все это дело кефиром домашним. Здесь у нас клубничка. Сейчас уже клубнику найти не так уж уж и легко. Я, кстати, на балконе начала выращивать клубничку, так что у меня есть своя, но это не моя. Это покупная. Также здесь у нас очень вкусный рулет. Если вы тоже кушаете, то вам приятного аппетита. Я, пожалуй, сделаю вот так. Вот. Потому что без кефира это невкусно. Честно, я очень старалась над образом, но его вообще не видно. Не видно мою розовую кофточку. Не видно вот этих зайчиков. По рецепту здесь нужно было добавить майонез. Но я решила заменить сметанкой. И получилось просто намного вкуснее. Сегодня я вам хочу рассказать историю, которая произошла в ресторане вчера. Я знаю, что, скорее всего, после этой истории вы посчитаете меня безумно токсичным человеком. Но мне очень хочется поделиться, чтобы вы абсолютно справедливо дали оценку моим действиям. Сразу скажу, говорить, какой ресторан я не буду. Возможно, я вообще не права. В общем, утром у нас были дела. Я, мама и брат пошли по делам. И закончили мы достаточно поздно. Заглянули в ресторан, чтобы покушать. Ну, как ресторан. Не супер, знаете, такой лакшери. Но не походит. Я там до этого была несколько раз. Ценник такой средний. Мы приходим, садимся. К нам подходит официант. Мы выбрали два блюда. И еще решили взять на серединку пиццу. И начали между собой обсуждать, какую кто любит, какую стоит брать. Это я, мама и мой брат. У меня брат. Это просто человек с железными нервами. Он реально невозмутим. Его очень тяжело вывести из себя. Реально в ярость. Я его никогда в жизни не видела. То есть он ни по какому поводу не парится. Крайне редко он может быть в напряжении. Я думаю, поэтому он выглядит так молотом. Потому что в жизни ни о чем особо не парится. Ну, в общем, приходит официант. И мы обсуждаем, какую пиццу стоит взять. И официант встревает в разговор и говорит, позвольте, выберу я. Вот дословно. Мы на секундочку так растерялись. Посмотрели друг на друга. Я сказала, пожалуйста, выберите. И он выбрал пиццу. Папирони. Взял у нас заказ. И ушел. Потом принес первое блюдо. Положил его. И начал рассказывать о том... Точнее, нет. Он начал спрашивать, откуда мы так хорошо владеем русским языком. Кто мы по национальности. Мы сказали. И он начал рассказывать про себя. Возможно, это нормально. Но он просто долго рассказывал про себя. Меня это просто начало напрягать немножко. Затем он ушел. Принес второе блюдо. И вот мы сидим, кушаем. И он периодически проходит в зале. И каждый раз подходит. Не то, чтобы он задает вопрос, а может вам что-то нужно. Каждый раз он подходит и говорит, ну что, вкусно? Мне кажется, это как-то, знаете, ну неправильно, что ли. Не то, что я такая высокомерная. Он официант. Да кто ты такой, мне что-то спросить. Просто мне не очень нравится через мир общительные люди. Ты показываешь, что ты не особо настроен на разговор, а он продолжает вести этот разговор. И это связано не только с официантом, или с продавцом, или с кем-то еще. Затем в конце он приносит пиццу. И вот так вот идет, идет, идет. И еще не доходя до нашего стола, уже где-то 4 метра, и он такой, ну как вам? Ну как вам мой выбор? Вот так вот. Мы такие, ну нормально. Спасибо. Потом опять приходят и спрашивают, вкусная пицца? Это то, что я выбрал. Я выбрал эту пиццу. Вам нравится она? Она вкусная? И вот он проходит по залу, обслуживая других клиентов. Вот периодически спрашивают у нас, ну что, вкусно? И я уже просто не выдержала и в конце сказала, дайте нам спокойно покушать, можно. Ну я так возмутился, типа не охренела ли ты? Я попросила счет специально у другого официанта. Я думала, что счет принесет другой. приносит он счет. Ну вот, я не знаю. Дайте оценку, были ли вы когда-либо в других ситуациях. Я вот говорю брату, ты не чувствуешь, что он как-то странно себя ведет. И мне брат говорит, скорее всего, он только устроился сюда на работу и скорее всего приехал из деревни откуда-то. Никогда в подобных местах не работал, поэтому себя так странно ведет. А может вообще у него не хватает. Наверное, большая часть моей аудитории не знает меня в жизни, не знает, какой я человек. Я просто максимально неконфликтный человек. Вообще. Приносит он счет. Я прошу терминал, чтобы оплатить карточку. Он говорит, окей. Кричит там через весь сал, дайте мне терминал. И в общем, после того, как он притащил терминал, я ставлю карточку, подставляю, и ничего не происходит. Ставлю еще раз, ничего не происходит. И он так невозмутимо смотрит на меня и говорит, эти ваши карточки этот терминал не принимает. Я говорю, в смысле? Ну, этот тип карты мне подходит для этого терминала. Я обратила внимание, что на терминале, хотя я никогда не была в этой сфере продаж, я никогда в жизни не пользовалась терминалом. Я вижу, что сумма выведена, а окей не нажата. Я говорю, позвольте. Нажила окей, приложила карту, сделала оплату. И вот тогда я ему сказала, я говорю, неужели вы даже терминал не умеете пользоваться? Он такой, с кем не бывает? Да вы знаете, где я работал? Я работал тут, там, в нефтегазовом секторе. Я где только не был. И прям, знаете, такой неприятный осадок остался. Очень привольное поведение незнакомых для меня людей меня очень настораживает и напрягает. В этом плане некоторые меня не понимают. Мне, например, не нравится, когда ко мне обращаются на ты. официант ввел себя так, как будто мы с ним знакомы с детства. Вот, например, мой друг детства тоже работает в ресторане. Если я пойду к нему в заведение, он будет вести себя так же. То есть, я просто буду улыбаться и все дела. А когда незнакомый человек тебе тыкает, ведет себя настолько прибольно, ну как? Пицца, которую я заказала. Здесь как раз-таки меня поймет аудитория из России. Потому что в России не принято тыкать. Хотя сколько ни была в России, ни разу не видела, что в магазине, тут, там, да любое место. Никогда тебе не скажут ты. к тебе всегда обращаются на вы. Я считаю, что это нормально. Если я не позволяю себе обращаться на ты, я жду ответку. Здесь было такое ощущение просто, как будто это какой-то мой бывший пытается выпендриться или мой бывший одногруппник, одноклассник. Короче, все улыбнулись и ушли. А у меня такой, знаете, очень неприятный осадок остался после этой ситуации. То ли я супер тактичная, токсичная, то ли он просто был чокунтейк, но туда я больше никогда не пойду. Хотя там было очень вкусно. вкуснотища просто. То ли я очень голодная, то ли реально очень вкусно. Эти рулетики, они готовятся из лаваша настолько быстро. Вот резко к вам пришли гости, к примеру. Быстренько приготовили и все, готово. Лаваш, яйцо, листы салата. Когда я кому-то грублю, хотя я не нагрубила, единственное, что я сказала, дайте нам спокойно покушать. Возможно, кому-то нравится, когда вы идете в заведение, чтобы вы чувствовали себя как в гостях, чтобы официант прям флиртовал, не знаю, вел себя вот так привольно. Я не люблю. Я и сама не позволяю. Я не оставила чаевые. Во многих заведениях у нас чаевые уже включены. то есть 10-15% чаевые уже входит в стоимость. То есть ты просто не можешь не оставить чаевые. А здесь такого не было, я чаевые не оставила. сейчас вы напишите, возможно, это был мой подписчик, но нет. Мои подписчики это девушки, и я знаю свою целевую аудиторию. я знаю людей, которые смотрят мой контент. у меня не на этом, не на том канале. Парни, подписчиков никогда не бывает. как же все вкусно. Я не обижусь. Напишите, пожалуйста, ваше мнение. покупала себе кольцо, зашла в торговый центр. Вот продавщица со мной очень мило разговаривает. Затем мы подбираем модели и так далее. Я, по-моему, рассказывала этот случай. И, в общем, она не смогла мне подобрать, и тут резко подходит хозяин этого магазина, и типа как профессионал начинает со мной на ты, да я тебе сейчас подберу, не переживай, сейчас мы тебе что-то подберем. Я повернулась к нему, говорю, а давно ли мы с вами перешли на ты? Я говорю, надо иметь хоть немножко культуры и незнакомому человеку не тыкать. Он, естественно, возмутился и ушел. и продолжила мне показывать в стиле именно девушка. В общем, вот такая вот ситуация интересная, на мой взгляд. Я уже все поела, и вы знаете, я даже не наелась. У меня какое-то последнее время зверский аппетит. Я думаю, почаще надо снимать мукбанки и радовать вас тоже своими новыми видео. На этом, пожалуй, все. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всем пока!